Меня в марте посадили, в апреле мне соревнования должны быть, я должен был мастера спорта выполнять. Приходят наркоконтроль туда, подкидывают, любого вдергивают, подкидывают ему в карман, задерживают свидетелей, прям у них на ходу это все. Сначала культуру со мной разговаривали, а потом мне просто восьмеро меня там избивали. Бутылку набирали, полтора литровую, по голове били, вот сюда били, кулаками, ногами избивали. Сотрудникам, которые ходят там по продулу бесполезно, они ничего не сделают, они смотрят в глазок, видят это все прекрасно и ничего никак не реагировали. У меня разговор был там с заместителем начальника СИЗО. Он мне дал понять, короче, если я сейчас напишу это, в дальнейшем жизнь моя ухудшится. Он принес тоналка, не тоналка, порошок, короче, меня быстро так, где синяки большие, меня замазали, разделся до трусов, меня сфотографировали. Да, врач смотрел. Что? Ну, видел все прекрасно, но как бы ничего не говорил. Я писал сам лично в прокуратуру, в Балашов, в Следственный комитет Балашов. Думаю, что они вообще даже не выходили в мои песни за пределы колонии. Не колонии, а СИЗО. В Саратов писал в Следственный комитет, в прокуратуру Саратов тоже писал. Прокурор приезжал, он все знает, как все происходило, он меня видел, меня видел в синяках. Когда-либо вы имели отношение к такому? Нет. Я саму себе даже не могу ответить на этот вопрос. Почему? Почему именно я? Почему вот именно так? Я просто не понимаю, почему, например, один человек, правда, занимался, этому дают 5 лет, да? Который не занимался, ему дают 15 лет. Или наоборот, один человек убил человека, ему дают 4 года, 111-е, там, 4-е, да? Мне дали 14 половину, я вот просто этого не понимаю, как судьи судят вообще. У меня даже наркотиков нет, и это все по делу видно. Я не знал, что у нас судьи такие. На другое, конечно, наделось. Я обращаюсь к прокурору области, к Филипенко Сергею Владимировичу. Я думаю, что вы мне поможете. Да, действительно, мы говорили Бурбина, не только я и остальные поддельники нашего уголовного дела, так как применялись к нам физическое давление. Это был СИЗО-1, город Балашов, Саратовской области. В камере их находилось трое, применяли силу конкретно двое. Он говорит, там, не подпишешь, короче, вернешься сюда, знаешь, что будет, опять все, начнем с тобой. Начнем тренировки по новой. Ну, тренировки по новой, это держи стену называть. Встаешь к стене и стоишь. Ну, типа того, звездочкой. Встаешь, да, и стоишь. Часа три, три с половиной. Не все время бьют. Минут через 15 раз-два ударят. Почки, ребра, почки, ребра, ноги. Основное требование было какое? Дать показания на Бурбина Максима Олеговича. Он не занимался с нами ничем, чем мы занимались. Его к нам просто, как бы, вот, у нас группа есть, и его вообще отдельного человека вообще к нам просто пришили и заставили дать вот такие вот показания на него. Было очень, да, тяжелое решение, довольно много его, довольно долго его приходилось обдумывать, и долго я не мог смириться с тем, чтобы принять вообще это решение, потому что, как бы, ну, понимаете, да, друг.